Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Куда утекал газ? Сотрудники «Газпром» Межрегионгаз стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество». На грани экологической катастрофы. В Махачкаре демонтировали 15 самовольных труб с канализационными стоками. Маршрут перестроят. В Дагестане продолжается строительство дороги «Обход Дербента». Золото и призовые места. В Махачкаре участвовали победители чемпионата СКФО по настольному теннису. В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении газа на 156 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет республики. Подозреваемыми по статье «Мошенничество» проходят должностные лица компании «Газпром» Межрегионгаз Махачкала, а также владельцы теплиц села Улубиаул Карабудахкенского района. По версии следствия, похищенное голубое топливо в отчетах указывалось как потеря. Всего в населенном пункте зарегистрировано 135 теплиц. По данным экспертов, потребление ими газа в четыре раза превышает объемы, указанные в документах. 15 самобольных труб с канализационными нечистотами демонтировали в микрорайонах Турали и Анжи города Махачкала. Ранее сотрудники администрации Ленинского района столицы совместно с участковыми выявили, что жители не один год прокладывали трубы для сброса канализации в реку Черкес-Озень. По их словам, разъяснительная работа с людьми не приводит к положительному результату. Экологическая ситуация в районе водоема близка к критической. В совместно с участковыми были проведены профилактические беседы с целью объяснения людям, чтобы не скидывали свои хозбитовые канализационные стоки в реку Черкес-Озень. Но люди нас слышат и не понимают. Сегодня с использованием спецтехники САХТОП администрации Ленинского района проводятся мероприятия по демонтажу данных стоков. Жителям данного микрорайона не скидывайте свои хозбитовые канализационные стоки в реку Черкес-Озень. Строите себе яму Шамбоу, цените природу, уважайте природу. Уже неоднократно с каждым жителем проводена была ранее разъяснительная работа. Практически все послеразъяснительные работы были привлечены к административной ответственности. Но несмотря на это, ранее были демонтированы данные стоки. Однако эти люди вновь выводят свои канализационные стоки, не делают у себя при отсутствии канализационных стоков у себя дома шамбы, откуда можно выкачивать и вывозить. Приходится повторно привлекать их административные ответственности. В Дагестане продолжается строительство дороги обход Дербента. Путепровод позволит частично вывести транспортный поток за пределы жилых порталов города и снизить напряжение в центральной ее части. Кроме того, автомагистраль разгрузит трассу федерального значения «Кавказ» в узловых точках на выезде и въезде. При этом горожане и туристы смогут, сократив путь, сразу попасть в микрорайоны аэропорт и карьера, а также на городскую набережную. Как сообщает Минтранс региона, новая автодорога протянется от селения Сабнова до улицы Хандадаша-Тагиева. Ежедневно на объекте задействовано более 15 единиц спецтехники и более 30 специалистов. Окончание работ запланировано на конец ноября 2024 года. Родственникам погибших солдат ВСВО вручили орденам мужества. В преддверии Дня защитника Отечества в администрации города Махачкала прошла встреча с родными военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации орденами были награждены рядовые Ашурбек Магомедов и Залимхан Мутуев, а также ефрейторы Али Гаджи Гаджиев и Артур Гаджиметов. В мэрии пообещали, что семьями близким погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь. Мы прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятеро детей и один взрослый пострадали в Буйнакском районе от отравления угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу. Состояние пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Проверка газового оборудования в доме выявила, что причиной отравления стал газовый камин иранского производства. Об этом сообщает Госжилы инспекция Дагестана. Дагестанский спортсмен Ахмед Чалаев спас пожилую женщину в одной из московских гостиниц во время пожара. ЧП произошло вечером 21 февраля. Чалаев и его товарищи услышали крики о помощи из балкона во время вечерней прогулки. На пятом этаже, где началось возгорание, они обнаружили бабушку, которая находилась без сознания. Молодые люди тут же вынесли женщину из горящего здания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции Тарки. Погибшим оказался 83-летний житель Махачкалы. По предварительной версии, он нарушил правила безопасности на ЖД. И еще одно происшествие связано с железной дорогой. Подросток погиб от удара током на перроне вокзала села Тагиркен Казмоляр Магарамкенского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления по Дагестану. Продуктовая корзина в Дагестане уже не самая дорогая на Северном Кавказе. По итогам января стоимость условного минимального набора продуктов в республике составила 5 425 рублей в расчете на месяц. В сравнении с декабрем прошлого года продуктовая корзина подорожала всего лишь на полпроцента. По этому показателю, среди всех регионов Северного Кавказа Дагестан расположился в середине. Хотя в предыдущие два года продуктовый набор в регионе не раз был самым дорогим. В свет вышла новая книга отдела науки при Муфтияти Дагестана. «Софийская этика» так называется труд известного ученого-богослова Хасана Афанди Кахибского. Перевод на русский язык был сделан с рукописи оригинала автора. Книгу готовили к изданию около 4 месяцев под руководством Муфтия Республики Шейха Ахмада Афанди. В ценном труде описаны важные этические нормы ислама. Сам шейх Хасана Афанди пишет, что он рассматривает в данной книге те же самые главы, что и в труде шейха Халича Абагдаде. Но помимо этого он дополнил несколько параграфов в конце. Полезные какие-то замечания, примечания тоже привел. В конце добавил параграфы относительно достоинства благословения пророка Алиса, о достоинстве покаяния и поминания Всевышнего Аллаха. По поводу того, кому предназначена книга, в основном это этические нормы, которые необходимо соблюдать каждому последователю суфизма, как сам пишет шейх в предусловии данной книги. Отдел науки при Муфтияти Дагестана функционирует вот уже 7 лет. И за это время им удалось издать и переиздать около 100 книг. И о спорте. Призер Олимпиады в Токио продолжает покорять профессиональный ринг. Муслим Гаджи Магомедов одержал победу над соотечественником Денисом Савицким. Поединок с участием серебряного медалиста Олимпийских игр стал главным событием вечера бокса в Москве. Бой продлился 6 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего боксера. Гаджи Магомедов нанес своему оппоненту первое поражение в карьере. Для дагестанского боксера этот поединок стал вторым в ранге профессионала. В дебютном бою в конце 2021 года он нокаутировал колумбийца Дебиса Берроколя. А в управлении спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы чествовали победители чемпионата Северокавказского федерального округа по настольному теннису. На соревнованиях в Нальчике сборная республики заняла первое место в мужском командном зачете и была третьей в женском. Кроме того, у нас есть золотые медали в одиночных и парных разрядах. С успешным выступлением спортсменов и их тренеров поздравил исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов. Он вручил теннисистам грамоты и презенты. Среди гостей мероприятия были и спортсмены из Донецкой народной республики, которые в эти дни находятся в Махачкале. Для делегации из ДНР была подготовлена культурно-развлекательная программа. Хотел бы этих молодых ребят вас поблагодарить за ваше стремление, за ваше мастерство и, конечно, тренеров и педагогов, которые вложили душу и сердце в этих ребят. Я бы хотел, чтобы наши гости почувствовали теплоту за то, что у нас сейчас происходит. На самом деле я хотел бы от ваших поздравить, поблагодарить и пожелать, что в дальнейшем тоже они радовались своими успехами. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова